Последние годы по результатам исследований происходит снижение численности домовых воробьев. По какой причине это происходит, выясняла наш корреспондент Энжей Менебаева. На территории не только Татарстана, но и в европейской части России обитает два вида воробьев. Домовый воробей, который традиционно всегда был соседом человека. Второй вид полевой. Его место обитания это сельская местность, места где есть естественные насаждения. По словам Ильгизара Рахимова, сейчас количество домового воробья сократилось, и это место занял другой вид. Речь идет не только о воробьях, в целом о состоянии, скажем так, видов в природе. И поэтому, конечно же, этот вопрос не может быть неинтересным для специалистов-биологов. И главное тут вот в чем. Мы об этом уже говорим. О том, что в природе существуют определенные закономерности. Это закономерности, связанные с тем, что одни виды, они увеличивают свою численность, в другие года их численность уменьшается. Этот процесс вполне закономерный и существовал еще до появления человека на нашей планете. Именно по этому природному закону и обитают виды, и взаимодействий от человека здесь нет. Хотя некоторые факторы в данном случае могут сыграть определенную роль, ну, как бы на фоне общего спада численности они еще сыграют свою роль. Ну, например, воробьи где питаются у нас в городе? В основном около пищевых бачков и так далее, там, где скапливаются отходы с нашего стола и так далее. Сейчас, вы знаете, баки в большинстве случаев закрыты, это раз. Во-вторых, их не выносят с огромными кучами, скажешь, на улицу и так далее. Нигде это не скапливается. Поэтому, соответственно, ну, кормовая база, вот, в лице дополнительной, дополнительного прикорма в лице пищевых отходов, это, по сути дела, сейчас отсутствует. Ильгизар Рахимов уверяет, что пройдет 3-4 года, и численность домового воробья в соответствии с законами начнет постепенно увеличиваться. И все встанет на свои места. Энджи Минебаева, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.